Густые заросли кустарника и свалка мусора. Мы с вами находимся неподалеку от станции вокзала Рязань-1. Все это безобразие скрывает за собой памятник архитектуры федерального значения. История железных дорог в Рязанской губернии начинается с 1864 года, когда была проложена Московско-Рязанская железная дорога. В том же году была основана станция Рязань-Товарная, ныне Рязань-1. Здесь же неподалеку расположилось депо, о котором пойдет речь в нашем сюжете. Первоначально депо состояло из отдельно стоящих корпусов, промежутки между которыми постепенно застраивались с учетом различных функциональных назначений в едином стиле, который соблюдался с наружного фасада и при удлинении корпусов. В комплекс веерного депо входит инженерный корпус, лаборатория, в общем целый ряд объектов, которые уже появляются в конце 80-х годов на рубеже 19-20-го. В 1910 году завершается процесс строительства, а уже в 1955 году, в 1900, является последний корпус, который принимал еще паровозы. Так вот элементы как раз стиля модерн хорошо прослеживаются на инженерном корпусе и на мастерских, которые примыкают к двухэтажному этому объему. Такие с наплывом, бетоном отделанные окошечки с наличниками и красно-кирпичные стены штукатурены. Веерное депо имело сложную объемно-планировочную структуру. В плане производственные постройки представляли собой полукольцо с длиной по внутреннему фасаду до 140 метров. Основным сооружением такого депо был поворотный круг. Использование сложного инженерного сооружения было оправдано, поскольку такая организация позволяла значительно уменьшить площадь, занимаемую самим депо и его путевым развитием. Это тот самый разворотный круг, где в форме веера располагались 12 депо, в которые заезжали паровозы. К полукольцу производственных помещений примыкал административно-бытовой корпус в два этажа с одноэтажным слесарным цехом. Сегодня цех прячется среди зарослей американского клёна, а у входа в него можно обнаружить мемориальную доску с именем Ивана Завражного. В 1921 году сюда пришел Иван Дмитрий Завражинов, легендарный летчик, известный всему фронту, трижды отважный Иван Завражный. Вот в этом депо он работал по 1923 год. Потом уходит на курсы летного состава и попадает уже на фронт таким сложившимся мощным летчиком. Кстати, частью биографии вошла в фильм «В бой идут одни старики». Здания комплекса много раз перестраивались, в настоящий момент и вовсе в плачевном состоянии и практически заброшены. В сохранившихся частях ансамбля можно различить характерные для тех лет архитектурные детали, украшения, придающие зданию особое своеобразие, присущее производственным постройкам конца 19-го, начала 20-го веков. Верное депо в ансамбль входит водонапорная башня, которая славилась своим уникальным силуэтом, пожалуй, одна из самых красивых водонапорных башен нашего города. Вот, к сожалению, верх ее разрушается и памятник федерального значения, по сути, погибает. В различных городах в подобных зданиях устраивают местные паровозные музеи, а порой депо продолжают использовать по его прямому назначению. Только место паровозов занимают электровозы и тепловозы. В нашем случае памятник архитектуры федерального значения не только находится в забвении, но и в скором времени может совсем исчезнуть, если оставить его в нынешнем состоянии. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».